здравствуйте друзья и христос воскресе один день тому назад это в субботу я получила из европы наконец-то мой долгожданный заказ на гортензии к сожалению шершавой гортензии я не получила тем кого я кому я обещала эту рассаду извините меня не получилось ну оказывается там сразу отказали получение этой гортензии но мне не сообщили на фирме ну какая разница все равно уж не пришло вот и хочу показать что же я наконец получила и в конце видео я покажу свою сбежавшую невесту она у меня уже начала расцветать я просто просто горжусь ей покажу но потом буду ее червенковать и обрезать и так что же я получила так не удивляйтесь не удивляйтесь вот такую гортензию в кассетах мы получаем и не возмущайтесь значит европа требует минимальный заказ это одна кассета должна быть в кассете тут сколько где-то 44 штуки примерно 45 штук и вот это все надо выкупить вот то что пустые ячейки это я естественно не взяла уже там видно что они не проживутся фирма несет убытки если мы возврат делаем поэтому я не знаю в каком отношении в процентам у нас как правило это не касается ну и так что же мы получили это леди седакшен вот 45 штук здесь было пустые это я вернула на фирме корешочки в принципе не могу сказать что плохие сейчас я подниму покажу вам смотрите корневая система отличная я так думаю что все таки я смогу смогу все это сохранить и у меня начнет вегетировать моя гортензия вот я специально хотела показать вам в каком состоянии мы получаем растения и фирма наша тоже она же вот тут ни при чем они тоже получают эту гортензию но к сожалению не все хорошо доходит и это ну скажем так это издержки транспортировки транспортная компания где-то задерживается где-то нет и вот так вот такие приходят растения значит леди седакшен значит в какую цену у меня сейчас я очки одену так это значит леди седакшен по 230 рублей вот это вот 230 рублей специально хочу вам показать что очень многие возмущаются что я высылаю маленькую гортензию по 300 рублей возмущены до предела это что вы мне выслали либо верните деньги либо она не выживет да и сейчас покажу какие я высылаю гортензии например вот сбежавшая невеста вот такая вот она роял red вот такой он есть что-то прижилось что-то не прижилось но в нормальном нормальном состоянии высылаю вот это 300 рублей но столько я негативных отзывов получила что получили не то что они рассчитывали за такие деньжище вот и поэтому не надо было мне конечно выставлять эти сорта на продажу надо было еще годик или до осени подождать но люди просят галя давай новинки давай новинки и вот эти новинки я выставила в каталог прошу 300 рублей хотя приобретаю я вот эти новинки очень дорого допустим допустим вот эту гортензию френч болеро я купила за 2200 рублей вот такой горшочек но это сейчас он уже распушился стал такой приличненький хорошенький но на самом деле когда я получила конечно не особенно у меня это радовало но я понимала что я это выхожу и все все будет в порядке но зато фирменном горшочке все как полагается то есть дорогие сорта они стоят и черенки стоят дорого многие конечно рады были получить даже вот такие вот малюсенькие череночки многих предупреждала фотографию посылала говорила девочки но вот она у меня очень маленькая имейте ввиду а многие говорили пусть маленькая я люблю даже маленькие выхаживать то есть разные были мнения на мои гортензии ну вот так вот дальше начнем продолжим наш обзор моих купленных горты вот это вторая кассета видите тоже она не полностью где у меня она вот это тоже не полностью потому что кое-что я не стала забирать вот ну в принципе в принципе вот есть прям вообще отличное посмотрите какая-то какое растение хорошее есть похуже есть совсем без листочков вот например да вот она совсем без листочков но корешок хороший я так думаю что все нарастет это сорт чаперон руш сейчас скажу сколько он стоит вот 133 рубля 60 копеек но в принципе ничего в принципе нормально да не вот корневая хорошая я я в принципе довольно довольно я долго это ждала вот в конце марта должна прийти была поставка но долго не было ну наконец-то дождалась дальше пойдем смотреть так вот это это не кассета это горшочки по 9 то есть 9 сантиметров в диаметре это принцесса диана ну вот в таком манавиде не уже не ужасайтесь вот это одревесневшая я обрежу будет очень-очень даже красивый корень посмотрите корешок прям в его вываливается корень отличный мне даже кажется что к осени он зацветет шикарный так принцесса диана посмотрим сколько она стоит вот так 325 рублей ну вот это за 325 девочки я сразу вам говорю что сколько все что это стоит вот 20 штук я купила я так думаю что я не буду их продавать но это на размножение я взяла уже к весне я так думаю к весне будут хорошие хорошие кустики но с ценой я уже определюсь но принцесса диана это из дорогих дальше будем смотреть это сорт гортензия макрофила мася это не ремонтантный сорт если все у меня ремонтант на эту мася не ремонтантный но почему-то у меня есть маточник мася да но мне его мало мне мне он очень нравится знаете розовый огромный-огромный цветок прям огромные вот с каким-то вот оттиском выдавленным ну вот мои звезды тут как тут вот теперь значит смотрим мася сколько он стоит корневая шикарная корневая шикарный ничего не могу сказать может быть я знаете даже повредничала что я вот отказалась вот от этих вот горшочков еще можно было даже наверное какие-то сохранить скорее всего что фирма их высадит у себя и потом выставить на площадку на продажу так смотрим мася цена 130 133 рубля 60 копеек вот такая вот я считаю что это нормально так теперь значит здесь у меня это мисс саори мисс саори у меня было свое даже в прошлом году я ездила приобретала приобрела тоже по 200 купила подрастила и по 300 продала но мне не хватило на заказы и вот многим даже вот кому я заказа это отсылала до всем говорила что мисс саори у меня закончилась к сожалению а поставку ждала в конце марта она не пришла не пришла моя мой заказ и вот теперь вот заказ пришел ну вот в таком вот он виде я даже сегодня уже паковала посылки видите вот пустые которые ячейки это я уже выслала в посылки не отказалась от них потому что корешочек сейчас покажу смотрите корень хороший все растения вегетативная масса она нарастет главное корешочек и чтоб точки роста были живы но остальное все в порядке так смотрим мисс саори где она у меня вот она так сто девяносто три рубля ну вот считаете почти 200 рублей я еще посажу в горшочек торф свой немножко выхожу и будут кустики хорошие но сейчас вот в принципе я высылаю их посылками честно говоря мне не хотелось бы по 300 рублей продавать но те заказы которые я уже приняла на мисс саори я просто буду высылать вот именно вот эти растения вот эти гортензии они были в свободной продаже это древовидная гортензия сейчас скажу вам название bubble gum по девятом горшочки по 5 штук я взяла себе на размножение и гортензия марш малоу марш малоу вот эта цена 467 рублей 80 копеек и вот еще такая гортензия в двенадцатом горшке диамант руж это метельчатая гортензия вот по цене 348 рублей вот такая она но она в этом году уже будет цвести так что все в порядке даже не знаю пересаживать ее или нет большие горшки думаю наверное надо все равно высадить потому что корневая система прямо наружу вся торчит ну теперь пойдем смотреть нашу сбежавшую невесту ну вот это красавица но у меня три куста вот смотрите поменьше я вам показывала какие они были еще без листьев вот этот вот большой куст огромный и вот тут вот тоже маленький небольшой кошки мои ну везде так вот я хочу вот этот показать вот смотрите горшков не видно из-за нее но он же этот же сорт ампельный да вот смотрите горшков совсем не видно все ветви опускаются вниз и вот она веточка вот посмотрите ветка и все все побеги вот они все побеги в цветах и вот эта веточка да она под тяжестью вот этих цветов листьев она вот вся опадает вниз то листь а под тяжестью она ложится и остальные вот ветви которые будут на следующий год вот эти ветки эти молодые зацвели те которые уже на древесневшем побеги да на следующий год они тоже дают в каждой пазухе дадут вот побеги цветущие и все это будет огромным огромным шаром вот так вот лежать хотя и так сейчас скажу вот диаметр здесь наверное сантиметров 80 вот этого куста сами цветочки сейчас покажу поближе вам размер цветка тоже вот ну не маленький не маленький прям вот отличный смотрите ну здесь в центре это не фертильные цветы просто начинают расцветать по краям цветочки а потом потихоньку потихоньку центральные бутоны начинают распускаться и получается весь весь вот этот шар листьев не видно будет все будет вот абсолютно белоснежная как я не знаю как пачка у балерины наверное да листьев не будет видно единственное вот будут вот эти вот побеги они немножко выходят веру да они будут видны а остальное все будет сплошным сплошным белым шаром белым цветком вот настолько красивая настолько обалденный сорт вот да вот даже не высказать я иногда подхожу когда плохое настроение да подойду в теплицу ну где ж мы еще расслабляемся конечно в теплице вот и подойдешь к ней стоит огромный белый снежный шар до того красивый до того красивый и мне прямо даже знаете так обидно что не все видят эту красоту не все любуются ею но вот хочу хочу с вами поделиться вот такая она вот такая она сбежавшая невеста я не знаю почему она сбежавшая почему сбежавшая но здесь вот это молоденький кустик да у него мало еще пока побегов я хочу почеренковать для для вас хочу почеренковать именно сейчас попробую сделать ранее черенкование поэтому я и пришла снимать его пораньше чтобы цветы обрежу остальную почеренкую представляете что я сделаю экзекуцию бедненьким один все равно я кустик оставлю маленький вот небольшое ставлю остальное все все я почеренкую вот она ну бутонах еще вот эти вот вот эти кажется да не цветущие побеги они будут цвести но попозже это сорт ремонтантный то есть первые зацветают те что на побегах прошлого года потом начинают молодые зацветать на побегах текущего года и вот это цветение длится очень долго вот так вот она радует те кто планирует приобрести низкую гортензию которая бы росла в контейнерах вот это вот незаменимая кстати у нее побег может до метра двадцать метр метр двадцать расти и вот такая же еще гортензия есть френч болеро ну я же вам показала да я приобрела избежавшую невесту и покупала очень дорого естественно не по 300 рублей детку и вот френч болеро получилось все это мы приобретаем дорого поэтому знаете как по сердцу иногда обиды моих покупателей что говорят я такие деньги плачу я так дорого ого и вот это говорит тот кто никогда никогда не коллекционировал свои сорта ну вот теперь еще покажу маринэблю у меня там расцветает и все ну и вот у меня начинает расцветать маринэблю ну как правило она у меня не блю потому что мы ее не подсиняли вернее гена пытался подсинять но уже бутоны когда появились то есть сульфатом алюминия он подкармливал подкармливал по моему один раз вообще-то вот он делал воду ph воды было у него где-то наверное 5 и 5 и 6 на самом деле если мы хотим чтобы был голубой цвет то тогда нам надо если у меня ph воды 7 то мне надо где-то примерно 3 делать ph воды гена боится боится сделать 3 и потом чтоб я не говорила он делает по-своему ну мужчина у нас всегда прав вот так вот и покажу сейчас еще один сорт вам и все на остановлюсь на этом и вот эрли блю кстати она была такая вот когда мы ее купили мы купили ее на фирме вот такая вот была но я уже гена говорю я хочу она у меня была она низенькая компактная шикарная даже где-то есть но я боюсь что я потеряла этикетку я могу спутать где блю где не блю поэтому просто взяла на размножение низкий сорт низкий компактный именно вот так вот для кашпо шикарный причем вот такой вот он был слабо-слабо голубой а гена тут вот ходит кисленькая водичка его поливает поливает там все ярче ярче становится вот такой вот красавец эрли блю возьмите на заметку у меня нет пока этих этой рассады и навряд ли весной будет ну видите вот у меня один кустик и все все друзья спасибо вам огромное покажу вам общий обзор мои теплицы как начнут маточники расцветать я обязательно сделаю обзор обязательно покажу потому что практически все сорта у меня ремонтантные не практически а все ремонтантность сорта самые первые начинает расцветать вот сбежавшая невеста белые сорта потом мадам имели мульер ли белла вот это это вот в первую очередь ну я вам потом покажу все расскажу сейчас пока пока до свидания